Тем временем из Сирии приходят сообщения о новых успехах правительственных войск. Освобожденные после трех лет осады города в районе Алеппо сегодня смогли доставить гуманитарную помощь. На этом стратегическом направлении сирийская армия активно наступает. Поддержку войскам Башар Асада, как уже было сказано, оказывает наша авиация. Группировку недавно пополнили новейшие истребители Су-35. Съемочная группа Первого канала увидела в действии самолеты, которые специалисты уже прозвали «хозяевами неба». Репортаж Александра Батухова. Истребители Су-35 один за другим стремительно взмывают в небо. Впереди у них боевое дежурство, во время которого они будут охранять своих и одновременно отслеживать чужих. На вооружении российской армии Су-35 находится несколько лет и до появления на военной базе «Хмимим» в Сирии никогда в боевых операциях не участвовали. Впрочем, отсутствие подобного опыта ничуть не уменьшает достоинства этого самолета, многие характеристики которого в мире считаются уникальными. Уже на старте видны преимущества этого истребителя. Небольшой разгон и почти вертикальный взлет, что позволяют делать новейшие двигатели Су-35. И сверхзвуковая скорость тоже за счет них до 2500 км в час. И по признанию пилотов, таких мощностей для покрытия территории Сирии более чем достаточно. Эту страну Су-35 могут перелететь с одного края до другого за 15 минут. И при этом отслеживать цели в радиусе 400 км, как в воздухе, так и на земле. К сожалению, я не могу показать, как выглядит кабина пилота внутри, поскольку это секретная информация. Но то, чем она напичкана, по сути, и есть одно из главных преимуществ Су-35 по сравнению с зарубежными аналогами. Не зря же этот истребитель называют хозяином неба. Именно современная электроника, как и улучшенная авионика, делают этот самолет практически неуязвимым и сверхточным оружием. В кабине установлены несколько жидкокристаллических дисплеев, на которые выводятся и карты, и траектория полета, и электронный захват цели. Управление, объясняют пилоты, в отличие от предыдущей модели, Су-27 стало гораздо проще, а боевые возможности намного шире. Например, этот истребитель может держать на прицеле сразу 8 целей одновременно. Только один такой Су-35 может нести на своем борту до 8 тонн вооружения. Это и бомбы, и ракеты типа «Земля-воздух», для чего в его конструкции предусмотрены 12 точек подвесок. В комплексе все это дает Су-35 уникальную возможность уничтожать практически любые цели. В воздухе, на земле и даже на воде. Давайте одновременно. Поднимаем. Пока одни Су-35 дежурят в небе, другие готовятся к полету. В Сирии на боевое задание эти истребители вылетают только парами, чтобы прикрывать и себя, и других, и за счет партнера иметь обзор 360 градусов. При этом быть практически невидимыми для радаров противника, которые дезинформируют станции активных помех, установленные на этих самолетах. Появление Су-35 в Сирии, признаются военные, вызвало переполох среди соседей, чьи самолеты уже дежурят вдоль сирийской границы. С одной только целью – узнать побольше о русском истребителе. Ведь, несмотря на то, что в реальном бою этот самолет еще никогда не был, во многих странах его уже воспринимают как самое грозное оружие современности, противостоять которому вряд ли кому-то под силу. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Гурам Розилов и Анна Заякина. Первый канал. Сирия.